Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Запишите тему урока «Родной язык и родная культура». Сегодня на уроке ты сможешь составлять простой план, создавать тексты повествования и описания в художественном и разговорном стилях. Обрати внимание на эпиграф. Запиши его в свою тетрадь. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку. Так сказал известный писатель Константин Паустовский. Ответь на вопрос. Как ты понимаешь слова Паустовского? Какой язык называют родным? Для того, чтобы работать по уроку, нужно знать некоторые сведения. План текста – это перечень основных мыслей текста, последовательное отображение ключевых моментов текста в кратких, ясных формулировках, с помощью которых можно легко восстановить в памяти весь текст, пересказать его, ничего не перепутав. Я уверена, что вы умеете составлять план текста. Но чтобы эта работа была для вас полегче, я предлагаю вам памятку для того, как составить план текста. Можешь записать её в тетрадь, можешь просто смотреть на неё и запоминать. В любом случае, эта памятка поможет тебе составить план к тому тексту, с которым ты будешь работать дальше по уроку. Итак, первое, что нужно сделать – прочитать произведение или отдельный текст, или отрывок. Второе – определить идею, то есть главную мысль этого текста, или этого отрывка, или этого произведения. Третье – разделить произведение на части. Четвёртое – озаглавить каждую часть. И пятое – прочитать название частей и проверить, насколько точно они передают содержание текста. Попробовать по плану пересказать текст. То есть, если у вас получилось пересказать по плану, который вы составили текст, вы его запомнили и смогли пересказать, значит, вы составили верный план текста. И для работы вам предлагается вот такой отрывок из произведений Гессена. Задание. Прочитай текст и озаглавь его. Запиши свой вариант названия текста. Составь план текста. Попробуй пересказать текст по составленному плану. Книги Пушкин любил с детства. Он, будучи мальчиком, проводил бессонные ночи, тайком пробираясь в кабинет отца и без разбора читал все книги, попадавшиеся ему под руки. Сергей Львович, отец поэта, рассказывал, что Александр уже в самом младенчестве своем показал большое уважение к писателям. Обладая памятью необыкновенной, Пушкин уже на одиннадцатом году был хорошо знаком с французской литературой. Пушкин всегда жил в окружении книг. Сосед по имению, навестивший его в Михайловском, рассказывал, что он застал Пушкина за рабочим столом, на котором лежали журналы, русские и французские альмонахи и словари. Личная библиотека Пушкина, насчитывающая 3,5 тысячи книг на русском и 14 иностранных языках, ныне бережно хранится в Петербурге. Попробуй озаглавить этот текст и запиши план текста. Потом попробуй пересказать этот текст, глядя только на план. Если ты справился с этой работой, ты молодец! А теперь подумай и ответь. Как ты думаешь, повлияло ли такое желание Пушкина читать на знание родного языка? Как ты думаешь, стал бы он известным поэтом, если бы не любил читать? А ты любишь читать книги? Аргументируй свой ответ. Подводя итог урока, тебе предлагается продолжить фразу. Для меня язык и культура. Допиши эту фразу и прочитай её вслух. Продолжая работу, повтори весь учебный материал на странице 27-28 и письменно выполни упражнение 44. Спасибо за внимание! Если у тебя остались вопросы, можешь задать их в группу WhatsApp. Спасибо за внимание! КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok